доброе утро мы начинаем наш прямой эфир с профи подожду пару минут пока инстаграм анонсирует подписчикам о начале эфира и будем ждать когда к нам присоединится твика да привет итак прямой эфир с профи и сегодня у нас в эфире будет виктория росавина это талантливый профессиональный психолог с многолетним стажем сказка терапевт для детей и для взрослых сейчас я присоединю в эфир ведущая интегративных танцевально-двигательных тренингов кинезиологической программы и трансформационных игр да привет я тебя как раз представляю и параллельно инстаграм уведомляет о начале эфира у нас было какое-то количество подписантов на эфир а единственное что какой-то глюк был инстаграма и он им анонсирует эфир через час на имси в личку написала чтобы начнем не через час а вот через 15 минут то есть вот прям сейчас поэтому я думаю девчонки там постепенно к нам присоединяться кто-то из них даже подтвердил что вот все окей получили спасибо так вот доброе утро кстати в комментариях можете писать как нам вас слышно видно и заодно если у вас какие-то есть вопросы то можно воспользоваться таким прекрасным поводом когда в эфире крутой специалист у вики более 10 видов профессиональные подготовки и переподготовки квалификации это означает что это огромный просто арсенал инструментов и собственно у меня будет такой самый первый вопрос вот допустим я чувствую мне нужна поддержка с учетом текущих реалий которые за окном происходят ощущение что мне нужна поддержка но начинает возникать у гораздо большего количества людей чем в нормальных условиях из чего выбрать вообще что есть на рынке психологических услуг какие методы какие способы вот поддержки вообще существует и как из этого огромного разнообразия выбрать для начала да всем доброе утро на сегодня кажется прекрасно учитывая солнышко да и я неспроста говорю по погоду потому что особенно тяжело было многим в период сейчас самоизоляции да когда была плохая погода с одной стороны вроде бы легко что выходить минут но можно не выходить а с другой стороны все таки но мы правда зависим от погоды в некоторой степени дай рада сегодня быть приглашенных тебе саша и давай все таки но прежде чем опуститься в отвечать на вопрос на немножечко про то как мы познакомились да потому что я думаю что людям тоже может быть интересно четырнадцатый год правильно 2014 год 2014 год как раз тоже совместное обучение собственно говоря мы с тобой познакомились у танцедвигательного терапевта александра гершона да у самого знаменитого можно смело сказать да двигательного терапевта в для русскоязычных вообще по всему миру да да это так да и очень крутого специалиста и очень крутого специалиста абсолютно согласна и вот ну мне посчастливилось с сашей год обучаться да там 150 часов всего а по факту это был год это это год до сентября по июнь по моему да 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 настоящий учебный год такое да плюс будем сюда вот это защита проекты да и вы все и это потрясающий опыт и я очень рада что мы когда с тобой познакомились потому что и очень интересно даже не потому что а очень интересно смотреть как дальше да как каждый из нас из нашей группы из нашего танцевального племени того как развиваются как здорово как интересно развивать с той какой дорогой пошла ты такой дорогой пошла я я отвечаю на твой вопрос что вообще существует в мире психологии А я тут немножечко могу воспользоваться ситуацией, потому что я являюсь личным терапевтом от профессиональной психотерапевтической лиги, а это значит кредитованным, ну и действительным членом профессиональной психотерапевтической лиги. А это значит, что я психолог для психологов с правой выдачей подтверждающих сертификатов с часами. Естественно, у меня есть свои супервизоры, адвайзеры и так далее, но я тоже в этой определенной, скажем так, структуре и системе. Так вот, несмотря на то, что это структура и системы, мы привыкли, что обычно, если это какая-то структура, то она топит за что-то свое, за то, что есть какие-то очень определенные правила, очень определенная структура, и только как будто бы наше направление самое лучшее. Так вот, проведены масштабные зарубежные и наши также исследования о пользе и эффективности психотерапии. И вот немножко неудобно, что это не зум, что нельзя развернуть, вывести презентацию на экран, но поверьте, просто на слово эта информация легко гуглится про процент, от чего зависит, то есть насколько концепт психотерапевта зависит итог психотерапии, то есть польза. Так вот, 15 процентов, то есть это гештальт, или это танцевально-двигательная терапия, или это любой вид разговора, вербальный или невербальный, вербального или невербального жанра. Неважно, 15 процентов всего-навсего влияют, да, той концепцией, которой владеет психотерапевт, да, или психолог, на результаты. А что же еще тогда, да, из 15 процентов? Как бы да, как бы странно, потому что некоторые модальности говорят, что исключительно они, да, вот их подход, самый лучший. Но вот уже действительно доказано, и практически сейчас с неохотой некоторые модальности признают это, но действительно только 15 процентов зависит от концепта. 15 процентов – это другие факторы, так называемые другие, которые имеются в виду общество, окружение, материальное обеспечение и так далее, то есть вот эти моменты. 40 процентов, самый большой процентаж, 40 процентов – это насколько клиент или пациент настроен на успех. И 30 процентов – это качество терапевтического контакта, то есть это как раз те самые взаимоотношения между терапевтом и клиентом, да, или психологом и клиентом, которые влияют на общий результат клиента. Вот такая интересная статистика. Это очень интересно, я первый раз такую статистику слышу, и это очень здорово, что вот 40 процентов отдается на, в общем-то, готовность по сути человека что-то конкретно сделать для себя. Мне кажется, об этом просто нужно писать во всех, не знаю, объявлениях, рекламах, которые дают психологи, потому что очень часто есть такое ощущение, ой, я приду, мне дадут волшебную таблетку, волшебную, одну единственную практику, не знаю, там, упражнения, и моя жизнь изменится на 180 градусов еще как-то. Слушай, это очень здорово, что есть вот моя ответственность как клиента, и есть, конечно, какой-то большой, да, тоже значительный процент контакта, качество контакта. Качество контакта, да-да-да. Классно, слушай. Хочется, знаешь, сказать вот о чем, что действительно техники, которые описаны, да, они правда работают. Вопрос в том, что есть такой некоторый момент, что я сделаю наполовину или сделаю до конца, или не до конца, или как-то сделаю, а, ну, придумаю что-то еще свое добавлю, и почему-то не работает, да. Ну, это такой интересный момент, на самом деле, это просто сопротивление, конечно, в терапии и в контакте, вот, и такое некоторое обесценивание, и техники, и опыта, и так далее. Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что на самом деле, правда, техники работают, просто важно искать свою. И если как раз отвечать на твой вопрос о том, а что вообще есть, есть абсолютно все, да. Есть, если говорить про некоторую такую классификацию, я не буду сегодня специально академическими какими-то терминами. Да, бытовой язык – это самый лучший. Да, бытовой язык, я считаю, что это самый лучший язык и в профессиональной среде тоже, потому что там мы прекрасно владеем, оперируем какими-то понятиями. Но зачем? Зачем, если можно проще? Мы про жизнь. Есть вербальные и невербальные, да, направления психотерапии. Вот, например, танцедвигательная терапия, телесно-ориентированная, все, что связано с движениями и танцами – это невербальные. То есть там меньшая часть разговорного жанра, либо вообще отсутствует в некоторых направлениях. А все, что вербальное – это психоанализ, гештальт, психодрама, песочная терапия, да. То есть, ну, и вот вопрос в том, что для кого работает и кому что подходит в конкретный текущий момент или под конкретную задачу. То есть можно тоже, например, какой-то психосоматическими какими-то компонентами, аспектами работать и там, и там, и будет успешно. Здесь очень важно просто слышать себя и слышать того, к кому обращаешься на одной ли волне. Пожалуй, вот этот контакт, который 30% успеха, да, он… Потому что на самом деле 40% мотивации клиента вроде бы кажется, я очень замотивирован, я очень хочу от чего-то отказаться. Но при этом есть совершенно нормальное здоровое сопротивление. Поэтому если хороший вот этот 30% контакт с психотерапевтом или с психологом, то вот эти 40%, они потом в процессе появятся, даже если сначала это 10%. Ух ты! Вот такой парадокс. То есть можно, говоря, усиливать ту или иную сферу, скажем так, благодаря либо контакту, либо как раз собственной мотивации. Потому что если мотивация действительно на высоте, то, по большому счету, вообще все равно, к кому обращаться. Будет полезно, будет эффективно, будет хорошо. Ровно до того момента, пока не включится сопротивление. И здорово, если к этому моменту уже выстроен контакт психолога или психотерапевта-клиент. Скажи, пожалуйста… Такая интересная штука. Да, это очень интересно. А скажи, пожалуйста, вот сколько нужно, не знаю, встреч, часов, может быть, чтобы вот этот контакт, он с одной стороны остановился, а с другой стороны человек успел понять, мой это метод, он мне сейчас подходит, нравится. И чтобы вот это вот сопротивление, которое действительно у нас у всех есть, когда мы начинаем что-то делать новое, какие-то привносить новые привычки, изменения в свою жизнь, чтобы оно вот не помешало вот состояться и этому контакту. То есть вот какой вот, может быть, здесь, может быть, какие-то исследования были. Или вот твой личный опыт, говоря о том, что вот, например, там, три встречи нужно вот даже если есть сильное сопротивление, там, в любом случае провести и уже потом принимать решение. Или, например, с первой встречи все понятно, мое, не мое. То есть вот где эта граница, пощупать, посмотреть и не уйти раньше времени. Ну, я бы чуть расширила вопрос тогда, да, понимаю этот вопрос, я бы тогда расширила. Условно говоря, первая часть, как выбрать своего специалиста, а вторая, как не убежать из контакта, не поняв то, что бывает, что сопротивление такое, что именно после него начинается работа, и нужно было его пройти чуть-чуть, да, и вот эта грань, да. Как выбрать специалиста, если вот с первого, потому что, мне кажется, вот этот этап, он очень важный. Да, безусловно. Потому что если вот этот подготовительный момент уже пройден достаточно хорошо, то, по большому счету, даже сопротивление, которое будет, обязательно, больше того, оно обязательно будет, да. Да, и это очень важный этап, и он очень нужный как раз для контакта в том числе. Итак, как выбрать? Сейчас в сети представлено большинство специалистов, да, в том или ином виде. Важно послушать, почитать, задать вопрос, и большинство специалистов всегда открыты к общению еще до, даже, да, не только сразу запишитесь на консультацию. У многих специалистов, у меня в том числе, есть первичное интервью. То есть прежде чем человек ко мне платно приходит, он сначала может записаться на бесплатную консультацию или позвонить по телефону, и, ну, до получаса, это бесплатная консультация, которую мы проясняем. И в том числе человек смотрит, как я, если это онлайн, как я выгляжу, слушать по телефону, как я говорю. То есть уже какой-то контакт или не контакт. И это ни к чему уже не обязанно, да, телефонную трубку положили, скайп выключили, да, и уже, и уже складывается какое-то впечатление. Ну, во-первых, всегда все равно польза какая-то есть, какие-то рекомендации как минимум есть, да. Вот. А во-вторых, уже понятно, стоит ехать куда-то на очную встречу или нет. И вот этот подготовительный этап, он очень важный. Вик, я сейчас вернусь. Полина Шандарин, которая вместе с нами... Привет, Полина! ...соединилась к эфиру и даже слышит нам, где очень красиво. Полина, привет! Спасибо, привет! Очень рада тебя видеть, да. Да. Танцующее племя, оно такое, прошло больше шести лет, но мы друг друга помним, да. Это очень классно. Вот, поэтому первичный вот этот... Кажется, нужно еще отдельную какую-нибудь встречу нам провести в своей группе, да? Да, кстати, это хорошая идея, да. Да, да. Вот. Первичное интервью, оно очень важно, потому что, если вы, правда, хотите достичь своего результата, то очень важно, с кем вы дальше пойдете. 30% все-таки, да. Кто будет вас сопровождать, кто будет помогать вам с вашим сопротивлением, кто будет... Будете ли вы доверять вообще тому, что происходит или нет. И, конечно, это зависит от того... Ну, в конце концов, я, например, могу физически кому-то не нравиться, да, и это нормально. И, значит, просто важно искать другого человека, другого специалиста. Или не нравится, как я говорю, а я специально говорю всегда простым языком, потому что я про жизнь, не про академическую, да. И это может тоже для кого-то стать таким, ну, почему она косноязычная или какие-то другие моменты. Почему она терминами не распадывает термины. Где-то 25 дипломов, если тебе нужно... Да, на сайте и в Инстаграм, кстати, сразу ответы. У меня все в открытом доступе. И цены в том числе всегда все в открытом доступе. А вот как не уйти и вовремя понять, что в ВКонтакте происходит? Единственный ответ — говорить об этом. Говорить об этом со своим специалистом. Говорить об этом со своим психологом, что мне не нравится, что сейчас происходит. Прямо напрямую. Потому что, возможно, это то не нравится, ради которого действительно стоит сменить психолога. Ух ты. Да. И это да. И это да. А, возможно, это то самое сопротивление, которое пока не очень понятно для клиента. Новоиспеченный, особенно если новоиспеченный клиент, у которого первый опыт. Но могу сказать по себе. Разовые консультации для меня, у меня есть только для семейных пар по какой-то острой проблеме. Либо диагностика для детей. Больше разовых консультаций у меня лично не существует. Это неэффективно получается? Это неэффективно. Нет. То есть, если есть какая-то задача, то вообще, в принципе, во всем мире так тоже и приняты договоры. Я работаю официально, и договор тоже заключаю, выдаю чек. И это тоже совсем другая работа получается. И у меня краткосрочная психотерапия или вообще консультирование от 10 встреч. То есть 10 встреч — это 2,5 месяца. Мы иногда говорим и рассказываем нашим клиентам, что за 21 день можно сформировать привычку. Привычку. Да, есть такое, да. Но изменить что-то серьезно в своей жизни за 21 день можно начать. Первые шаги. Первые шаги. Но закрепить это, понять причины и снова туда не свалиться, к примеру, да, это действительно работа. И эта работа, ну, я говорю, во всем мире 10 встреч — это краткосрочная психотерапия. 10 встреч — краткосрочная терапия. Да. То есть я правильно понимаю, что вот на эти 10 встреч нужно, ну, вот если первое, первичное интервью прошло гармонично, и я чувствую, что, допустим, ты мой специалист, да, то мне просто нужно понять, что что бы ни происходило в ближайшие 10 встреч, я должна на них прийти. Ну, это вот такое перед собой внутреннее обязательство взять, что, например, там на второй встрече не сказать, типа, все-все-все, я убегаю, или там на пятой сказать, ой, извините, я там не могу, мне важнее что-то еще сделать. То есть вот все-таки вот эти все моменты, которые как бы есть неким таким проявлением сопротивления, сознательно принять факт, что моя дистанция — 10 встреч, а потом, да, я могу либо продолжить, наверное, можно продолжать, да? Конечно, конечно. Либо, соответственно, если те задачи, с которыми я пришла, как-то разрулились, и мне нужна пауза, то взять ее. Так и не так. Как обычно, все более гибко, да? Действительно, многих пугает, что можно делать 10 встреч. Особенно, если первый раз. Особенно, если первый раз. Почему нужно заключать договор? Почему нужно предоплату вносить за 5 или за 10 встреч, да? То есть вот таким образом. Ну, во-первых, легко. За ребенка мы готовы платить сколько угодно, как правило, а для себя начинается... Время такое децентрированное. Децентрированное, да. И, с одной стороны, это прекрасно для детей в чем-то, но, как обычно, во всем нужна мера. Да? И, как правило, взрослые, которые заключают договор, которые проплачивают несколько встреч, да, хотя бы вперед, они по-другому, более серьезно относятся к своим занятиям. Потому что к детским всегда серьезно. А вот к взрослым, к своим, да, про себя намного сложнее. Но все равно человек может в любой момент уйти. Но есть очень важное правило. Перед уходом прийти на завершающую встречу. Это когда открыть коробочку, раскидать все. Вот такой вот яркий пример. Как ребенок открывает коробку, да, с игрушкой, а по сути взрослый, который приходит, действительно через детскую часть во многом и проходит. И вот этот внутренний ребенок раскидал игрушки и потом просто не пришел. И это все остается раскиданным. Вот эта завершающая встреча с психологом, она всегда способствует тому, чтобы игрушки обратно, аккуратно рассмотрев, сложить обратно и понять, да, когда, как можно это снова открывать. Более безопасным способом. Потому что, как правило, там не игрушки. Там, в минимум, сломанные игрушки. Да? Если говорить про внутренний ребенок. Очень яркая ассоциация, да, очень яркая. И вот эти сломанные игрушки, они могут быть просто остаться разбросными, если человек просто прерывает контакт и не приходит. Но вот эти завершающие встречи, которые есть, ну, они действительно рекомендованы абсолютно во всех модальностях. Да? Ну, единственное, что, например, в психоанализе это скорее будет более длительный процесс. Не одна встреча, но в большинстве модальностей других направлений. Это одна завершающая встреча, на котором подводятся некоторые итоги, на котором собираются постепенно эти сломанные игрушки обратно, да. А какие-то, может быть, уже починились, а какие-то, может быть, уже реставрированы, а какие-то, может быть, уже выброшены, да. Вот. И вот этот мягкий процесс закрывается. Поэтому, да, уйти, несомненно, можно всегда. Но самое главное правило понять, сопротивление это или не тот специалист, во-первых, проговариваться с специалистом, а во-вторых, все-таки доверять себе. Вот, ну, доверять без этого никак, да, потому что специалист может быть суперзнаменитым, успешным для ваших друзей, для кого бы то ни было. Но если вы чувствуете, что что-то идет не так, во-первых, проговорить важно-то со специалистом, а во-вторых, все-таки доверять себе. Потому что так может быть, что 50 людям этот специалист подошел, а конкретно вам не подходит. И это не потому, что он плохой или вы плохой. Просто нет того самого контакта, о котором мы говорили, про 30% эффективности. Да. И тогда, что ни делай, да, скорее всего, придется очень много контейнировать и клиента, и профессионалов, да, для того, чтобы в контакте оставаться. Такая вот... Слушай, ну, это очень здорово, что такая возможность, она остается. Скажи, пожалуйста, вот если человек понимает, что он, ну, вот ловит, доверяет себе, что это скорее сопротивление, что речь не в специалисте, а в нем. Может быть, есть какой-то способ или, не знаю, может быть, какие-то слова, практика, которые помогут ему вот этот шажочек еще сделать, доделать, поддержать его и помогут пройти этот уровень сопротивления? Сопротивление клиентам обычно не осознается. Начнем с этого. А если уже осознало, осознание произошло, то, ну, опять-таки, важно обсудить это со специалистом, да. Мне перестало нравиться ездить на наши встречи или ходить на наши встречи. Это сопротивление. Или я начинаю как клиент опаздывать каждый раз, там, да, все было нормально, потом вдруг начинаю опаздывать. Или приходить сильно раньше. Или, там, забывать про встречи. Или, ну, то есть, это вариант, это все варианты сопротивления. Слушай, так здорово, что вот опоздание, вот, можно расценивать как некий такой саботаж, по сути. Саботаж? Да. А как, вот, если я заранее прихожу, в чем здесь сопротивление? Я же, допустим, заранее пришла, я же, наоборот, там, молодец, там, еще чаю успею попить. Здесь обратная история. И, здесь обратная история, сопротивление бывает таким пассивным, бывает пассивно-агрессивным. И прийти заранее, это пассивно-агрессивное такое проявление, что, ну, а вдруг меня пустят, да? А вдруг, а вдруг не сможет психолог отказать и пустить на 10 минут раньше. Я же раньше приехала и ехала издалека, да? То есть, по сути, время-то клиентское начинается в определенное, вот, там, не знаю, например, да? 11.00, как наше пиво сегодня. Но человек действительно может ехать откуда-то издалека, но при этом у клиента нет, например, зоны ожидания, да? Или там, или ресепшн, или еще чего-то. И клиент без 10 звонит, что пустите меня, я приехала раньше. Тут такое нападение своего рода, да, может быть, нападение своего рода на пространство психолога. Очень интересно. Потому что, ну, психолог тоже имеет некоторый перерыв и может захотеть тоже в туалет. Ровно в это самое время, в эти самые 10 минут спланировать себе звонок домой, сходить в туалет и выпить чай. И уложить все это в свои 10 минут, да? Но обычно об этом, конечно, никто не задумывается, потому что клиент едет, и психолог должен, да, принять. Обычно звучит это так, и тем более я за это деньги плачу, несомненно. Но это все про границы, это все во многом, ну, это все, минимум, про границы все, действительно. И это часто про сопротивление, про то, что, ага, она меня не пустит сейчас, и если не пустит, я больше к ней не приеду, да? То есть такой шантаж. Это шантаж, но это сопротивление. И это очень важно обсуждать. Вот снова, это очень важно обсуждать. Потому что во многом люди часто не задумываются, почему то или иное действие было воспринято, да, так. И потом это же очень важный обычно такой момент, как раз про, ну, про этот пример тех, кто приходит раньше. А как это проявляется в жизни-то? А как это проявляется в жизни? А вот именно так. Мы договорились с молодым человеком, я приехала заранее, к примеру, да? А он приехал вовремя. А почему он не приехал заранее? Он плохой молодой человек, он должен был приехать раньше, он должен был приехать с цветами. То есть и там, ну, как правило, в криенских историях это очень тонкие нюансы, да? То есть тут нет какого-то обобщающего. Но вот есть некоторые общие тенденции, про что бы это могло бы быть. Слушай, это прям очень интересные детали, такие вот нюансы, которые вы, наверное, как специалисты все хорошо так тоже различаете. И образ клиента, он формируется. Ну, специально нет. То есть мы, как и все специалисты, пока мы про специальность, пока мы в кабинете, пока мы на работе или пока мы с клиентом общаемся онлайн или как-то, да, естественно, это так и работает. Это, ну, собирается, анализируется и так далее. Но когда я живу, просто жгу, да, так же, как и абсолютно, например, пекарь, который печет хлеб, а потом выходит из пекарни, да, и он просто человек. И он не анализирует вокруг, что растет вокруг, из чего можно сделать хлеб, да. Это очень важное умение переключаться. Банан просто банан становится. Да, банан классика же. Да, да, да. Слушай, здорово. Вик, ну вот с учетом специфики и моего профиля, и твоих подписчиц, давай немножко затронем тему материнского такого выгорания с учетом вот еще реалий текущих. Что вот здесь у нас есть, может быть, какие-то вот первые признаки, на что я, как мама, могу обратить внимание свое. И это как бы первые звоночки, чтобы вот не скатиться прям совсем в яму. То есть вот как я вот здесь могу, что ли, сама себя поддержать в стартовой точке? Я работаю не только с материнским выгоранием, но и с темы насилия. То есть я работаю с женщинами, пережившими абьюз и находящимися в абьюзивных отношениях. Поэтому тема сложная, потому что сейчас на самоизоляции действительно и материнского выгорания, как само по себе, тема, и домашнее насилие. И это не только про то, когда муж бьет жену, но это и в отношении к детям. Это те случаи, которые сейчас, ну то есть консультации по этим поводам сейчас возросли. Как здесь понять, ну это такие очень общие слова, которые очень важны, мне кажется, да, которые важны. Во-первых, понять, что мы все впервые в такой обстановке, как сейчас. И это может стать очень поддерживающе, с одной стороны, очень раздражающей мыслью, да, что нам и так это понятно. А с другой стороны, это может стать очень поддерживающей какой-то историей, потому что мы, правда, все не знаем, как себя вести. Мы никогда не находились, большинство, когда я говорю мы, я говорю большинство людей, не находились вот так 24 на 7 дома все и одновременно еще и работая. Или те, кто не работая, а увы, потерял свою работу, не находились одновременно в таком тоже стрессовой ситуации, потому что найти работу сейчас очень сложно, сложнее, чем в обычных обстоятельствах. И одновременно приходится заниматься всем вот этим. И если говорить про материнское выгорание, то, с чем я сейчас намного больше сталкиваюсь, это даже не молодые мамы, у которых маленькие детки. Потому что они и так находились большую часть времени с детками, и, возможно, для них даже некоторые вещи стали проще. В чем-то. Ну, в чем-то, да, есть такое. В чем-то. В чем-то. Ну, конечно, тяжело без прогулок. В основном все говорят о том, что тяжело без прогулок. Но намного сложнее, по крайней мере, из тех клиентских историй, которые сейчас я слышу, сложнее тем, кто с детьми на домашнем обучении. Вот это тема. Я недавно проводила как раз с юристом эфир совместно по этому поводу, что вполне юридически нормально, если вы примете такое решение. И у меня есть две семьи из моего окружения, моего личного окружения, которые приняли решение просто не заканчивать учебный год. Одна история, и мне разрешено ей делиться после того, как уже нервы не сдали, и мама отлупила свою дочь, третью классницу. Ну, потому что и работа, и домашнее все, и у мужа работа, и вот этот дикий стресс. И вот это все накатилось, накопилось. Когда она осознала, что она делает, она просто написала заявление, что она ребенка забирает из школы. Я не говорю, что надо всем так поступать, ни в коем случае. Но если действительно степень накала уже такая, и другого выхода вы не видите, это есть выход. В этом тоже есть выход. Надо понимать, что та ситуация, которая сейчас, она закончится. Какой семья выйдет после этой ситуации, во многом зависит от того, как сейчас справляются или не справляются ее члены. И может быть тоже такой поддерживающий мысль, что это закончится, а ваша семья останется, ваши отношения останутся. И то, что сейчас не получается справиться с какими-то эмоциями, с одной стороны закономерно, с другой стороны много сочувствия. Много сочувствия ко всем нам, и в том числе у меня к себе много сочувствия, потому что я тоже не привыкла. Мне очень не хватает моего кабинета. У меня есть работа онлайн, слава богу. Муж работает онлайн, ребенок дома. И вот эти все. Ребенок минус пять тренировок в неделю. Можно себе представить, первые две недели что было с ребенком. Это просто по всей квартире дикими лоплями. Но это заставило нас искать решение. Заставило срочно искать решение. То есть делать каждый день всем втроем какую-то физуху. Прям физуху такую, чтобы вот эта молодая удаль, сыновья шестилетняя, она куда-то девалась. Потому что иначе просто сумасшествие и одни крики могли бы быть. И признать, что и у меня это было. У меня это было. Как это быстро все перестроить? Очень сложно. Проставлять приоритеты. Что для вас важнее? Если сейчас важнее работа и заработок, потому что один из вас потерял, из взрослых, потерял доход, то не до учебы с детьми, да, то все внимание к нему, к этому человеку, который зарабатывает, и перераспределение времени, условий и так далее. То есть не ради детей. В данном случае детоцентризм может сильно помешать. Потому что все то, что было привычно до самоизоляции, все внимание детям, все прогулки с детьми и так далее, сейчас это невозможно, и сейчас это скорее неправильно. Это будет неправильно в плане, это способствует выгоранию эмоционального. Это способствует. Там, где возможно заниматься детьми, еще больше, в некоторых семьях это так. Наоборот, стало больше возможностей для того, чтобы заниматься с детьми. И семьи по-другому развели, раскрылись, да. Но первое, это все-таки понять, вы кому принадлежите, какую категория, да. То есть что за приоритет конкретно у вашей семьи. Если продолжать работать, это основной приоритет, значит учеба выходит на второй план. Даже если это выпускной класс, даже если это чем-то грозит. Ну, в том числе из юридических моментов тут могу сказать, что будет оспариваться большинство и поступлений, и вот этих итоговых экзаменов. И мы еще не знаем, насколько нужно сейчас то, что мы делаем для своих детей. Насколько это необходимо, потому что очень много, прям целыми школами выходят с этим вопросом. Насколько это легитимно, насколько это легально, то, что сейчас происходит про домашнее обучение. Потому что у кого-то не хватает гаджетов. Просто гаджетов не хватает. Банально, да, если двое детей учатся, мама с папой работают, это нужно четыре устройства иметь, и желательно не телефона, а компьютера. Да, и поэтому очень много вопросов, очень много нервов по этому поводу. Очень много вот этой... Причем как-то так случается, что иногда как раз на консультациях я говорю с женщиной, ну, большинство женщин, мужчины тоже приходят на большинство женщин, мужчины по другим темам приходят. И они говорят, что... Ну, тут в процессе разговора у них приходит спокойствие и понимание, что они даже не заметили, как включились в эту гонку. Да. То есть им просто предложили, им предложили, не обязали, им предложили домашнее обучение, и они бегом стали перестраивать всю свою тоже, и работу, и систему, и все остальное, для того, чтобы это поддержать. И с одной стороны, да, это здорово, но с другой стороны, если это занимает реально все ваше время с утра до ночи, ну, логично, что будет выгорание. Поэтому первое, что к тому вопросу возвращаюсь, это расставить приоритеты. А что, правда, сейчас в нашей семье важно? И если важно, в принципе, выжить материально, потому что для многих сейчас острая задача, вообще просто выжить, особенно вообще двое, то есть есть тоже такие у меня примеры, двое потеряли, двое взрослых потеряли работу сейчас. И с одной стороны, вот уйти в домашнее обучение, ну, стало логичным для женщины, да, но с другой стороны, какой уровень накала стресса там сейчас? Что любая мелочь может привести к вспышке, да, а любая вспышка внутренняя приводит, как правило, к, увы, к тому, что это выплескивается наружу. Ну и вообще очень важно понимать еще такую, на мой взгляд, вещь, вспомнить об этом, что проживать эмоции можно и нужно любые. А вот как вы их выражаете, это уже степень вашей ответственности. То есть можно страшно злиться, но при этом не колотить другого. Можно страшно злиться, при этом не кричать на другого, а по-другому это как-то выразить. Кстати, техника-то сегодня как раз, она про то, когда не справляешься со своими эмоциями, что с ней делать. Класс. Да. Может быть, сейчас время для нее, как ты считаешь? Да, давай сделаем как раз. Мне кажется, это хорошее. Мы берем себе как раз к теме. Да, что вот сейчас нужно оценить, что для меня важнее, для меня лично, для моей семьи. И выстраивать отсюда приоритеты. И, понятное дело, в любом случае эмоции, чувства, они возникают. И вот сейчас техника, я уже приготовила себе лист и бумагу, что делать, чтобы себя поддержать в этой истории и не запихать куда-то внутрь эмоции, ходить на взводе такой едва сдерживаю, но в то же время быть достаточно, скажем так, экологичной по отношению к своим близким. Я готова. Кто сейчас с нами или кто будет смотреть эфир записи, вам сейчас понадобится лист бумаги и любая ручка, карандаш, что угодно, пишущая. Поехали? Да. Да. Я услышала про экологичность и очень захотелось здесь тоже сказать, что экологичность по отношению к другим начинается с экологичности по отношению к себе. Потому что, когда мы понимаем про себя, что вообще наше вот это вот состояние, напряжение, это тоже совершенно ненормальное и вызванное тем стрессом, который есть, и чуть бережнее к себе, вот после этого уже возможно подумать про других. И, в принципе, так и должно быть. Сначала мы думаем, что с нами, и с этим как-то пытаемся справиться, а потом дальше уже идем. Чем больше, я сказала специально, что обычная ручка с бумагой есть хоть где, хоть у кого. Да, в сумке, в конце концов, с собой. Чем больше каких-то принадлежностей, письменных карандашей, тломастеров, еще что-то, тем, в принципе, лучше. Но я просто расскажу сам принцип, сам механизм. Итак, лист А4. Горизонтальный. Сейчас я нарисую. Подумаю, как сделать так, чтобы было видно. Мы рисуем внутри рамку. Ну, такой прямоугольник. Да, то есть так, чтобы потом оставалась еще рамочка. Хорошо. Просвечивает лист, но ничего страшного, собственно говоря. Рисуем рамочку. Я тоже покажу свою рамочку. Отлично. Да-да-да, отличная рамочка. И теперь, поскольку у нас сейчас довольно спокойное, адекватное состояние, поэтому мы представляем, что накрывает, накрывает эмоционально, накрывает, может быть, даже не эмоционально, а от мыслей, что даже чаще сейчас бывает. Потому что те, кто умеют владеть эмоциями, такие люди тоже есть, их накрывает от количества мыслей. Кажется, что голова просто сейчас взорвется от этого. И просто ставим руку и начинаем что-то делать на листе бумаги. Внутри рамочки? Внутри рамочки. Внутри рамочки что-то происходит. Например, у меня сейчас какие-то хаотичные линии просто. И важно дать себе возможность любыми цветами, любые вот эти какие-то мысли, чувства, все что угодно, именно линиями выразить. Хочется вспомнить нейрографику, но нет, это не нейрографика ни разу. Это просто техника такая, которую абсолютно человек может уметь рисовать, может не уметь. И что-то происходит, и за счет линии соединяется, выплескивается это эмоциональное состояние. И иногда хочется, ну как так, просто черкать лист? Хочется нарисовать там солнышко, деревья, еще что-то. Нет, это не про то. Мы не на уроке рисования, мы просто позволяем своей руке просто выплескивать какие-то линии. Рисуешь? Да, да, да. Я уже, я тут уже вот такую большую работу проняла. Вот, да, и у меня. Отлично. Тоже что-то такое, там много всего, да, поэтому нормально, оно быстро получается. Сейчас, конечно, такой эксперимент, мы еще и общаемся, и что-то еще делаем, да, поэтому может быть неполноценным. Но в целом, возможно, ты успела отследить, пока рисовалась. Происходило ли что-то с тобой, с твоим вниманием? Ты знаешь, у меня было такое ощущение, что у меня какой-то клубочек возник, как будто он распутывается. То есть вот просто вот какой-то вот хаос, он превращается в какую-то такую, некую последовательность, выстраивание. Это такое достаточно приятное ощущение, и мне очень понравилось, что у меня есть рамочка, что я не просто на листе А4 колякую, да, там, отпуская себя, а вот эта рамочка, она мне прям, ну, неимоверно кайф доставляет, что она у меня просто есть, и я рисую в лодке этой рамочке. Я прям рада, что ты ее заметила, да, что ты ее как бы осознанно и бессознательно похоже заметила. Да, и можно продолжать. Видишь, рука сама тянется, правда? Да-да-да, это приятное удовольствие. Даже вот, по сути, в таком состоянии, как сейчас, мы не злимся, никуда там особо не торопимся, да, что-то делаем, и просто начинаем рисовать. Но, конечно, вообще это рамка для экстренного такого состояния, да, вот эта техника-рамка. Итак, что, по идее, происходит с человеком? Когда очень сильные эмоции обычно там вот такие, вот черным маркером или черной гелевой ручкой. У меня, увы, сейчас нет здесь работы, у меня в кабинете есть просто примеры, как это бывает выглядит, и свою я последнюю куда-то задевала. Я ее, как пример, показываю. Там тоже черным маркером все исчиркано, и такое злобное какое-то лицо с острыми зубами. И вот это, да, и вот когда происходит такая проработка, в какой-то момент просто рука... Вот сейчас хочется еще тянет дальше, да, рисовать, а в какой-то момент хочется просто остановиться. Обычно это занимает не больше семи минут. Семь минут? Да, это буквально как... То есть не нужно ставить ограничения, но обычно это, особенно когда сильный накал страстей внутри, это проходит довольно быстро, да? То есть это не надо час выделять себе, или еще в ванной закрыться, взять с собой ручку, фломастеры и бумагу и сделать там это, да, для себя. Здорово. И это первый этап. Так, очень хорошо. У нас неспроста осталась рамка. А вот рамка нам нужна для того, чтобы заполнить тем, что нам приятно. Если это просто ручка, обычно это какие-то узоры или какие-то рисунки те самые, да? Если это разноцветные карандаши или фломастеры, то, как правило, это просто любимые цвета. Я предлагаю тебе прямо сейчас тоже, да, чтобы попробовать как это... эту рамку как-то украсть. И таким образом, я думаю, уже догадки тоже есть. Но сейчас дам немножко и тебе возможность тоже. Да, сейчас я только одну из сторон заканчиваюсь. Да-да-да-да-да. Я не спешу, я просто пока в эфире тишины тоже не было совсем. Расскажи, пожалуйста, а вот эту практику можно ли давать детям? Потому что она выглядит на текущий момент достаточно простой. Да, эту практику можно давать детям, да. Тут основной смысл в чем? Ты когда... Будешь завершать? Скажи или, может быть, покажи? Да, я покажу, мне еще чуть-чуть осталось. Да-да-да-да-да. Мы сейчас, конечно, совсем уж какой-то экспресс-вариант устраиваем. Но это все-таки прямой эфир, поэтому... Ну да-да, так что кто будет делать записи, потом, в принципе, можно запомнить саму технику. Она выглядит достаточно простой и это очень... Она правда простая. И доступной. То есть ничего специального для этого не нужно иметь. Я думаю, у каждого, у кого здесь дети, если из бумаги, или ручка дома, это точно. Так, а вот по детям, если говорить. Вот детям это какой-то... Вот моей дочке 4 года. Вот я могу ей дать, проложить такой вот эксперимент, может быть, для нее даже? Как это? Ну, сначала, как всегда, чтобы техника работала, минимум 5 раз нужно ее испробовать на себе. Без кого-то. Любую технику. Да? Это просто правило техники. Минимум 5 раз вы должны испробовать ее на себе и прочувствовать до конца. То есть прожить до конца. Прежде чем кому-то что-то рассказывать, важно это прожить 5 раз. Я 3 раза повторила, тоже неспроста. Чтобы это все-таки отложилось. А вот после этого, только когда мама в ресурсе, а ребенок, например, не в ресурсе, можно попробовать эту технику предложить. Причем важно как предложить. Ребенок это ребенок. Если взрослый сразу схватывает, как и что нужно делать, и не хочет, особенно в гневе, напортачить, а хочет, правда, себе помочь обычно, поэтому делает правильно, то ребенок обычно делает наоборот. Да? Поэтому важно это помнить, чтобы не было следующего витка эмоционального выгорания у мамы. Так что эту технику мы предлагаем. А ребенку сколько раз мы должны предложить? Ну, может быть, очень прилично. Может быть, очень прилично. Даже из теории про прикорм, да, то есть мы предлагаем минимум там 30 с чем-то раз для того, чтобы ребенок это попробовал. Да? Ну, там-то младше, а в 4 года можно предложить и показать, рядом сесть и показать, как вы делаете. Да? То есть вот эту рамку нарисовать, рассказать, что очень важно сначала в рамке, а потом уже, когда закончится этот этап, сразу не давать все инструкции, это перегруз получится. Да. А потом уже показать, что там за рамкой. Покажешь, что за рамкой? Да. Я вот такой сделала себе узорчик. Угу. Листики как бы. И как теперь, когда вот эти листики появились? А, ну, для меня это как некая такая картина, какой-то сюжет, фотография. Вот как-то так в рамочке. Вот уже прям в рамочке не как граница, которая вот ощущение было в самом начале, а уже как некая такая вот декоративная, красивая история. Так и есть. Так и есть. И эти рамочки, это были как раз границы для того, чтобы не выплескивать в никуда, непонятно что, непонятно сколько. Да, идея как раз такая, большая идея про это. А те самые рамочки, которые для нас в теме эмоционального выгорания и в теме вообще вот крика на детей или друг с другом, да, вот этого общения такого, это то самое, чего не хватает рамочек. А здесь есть четкие рамки и четкая инструкция. Выплескиваю все, что тебе не нравится, вот туда, внутрь. Можешь писать, можешь писать матом, можешь рисовать, можешь просто черкать, можешь додырчек, некоторые черкают додырчек. Да? То есть вот это все мы делаем, и когда вот это приходит, или такое затишье, или рука отпускает наконец карандаш или ручку. Примерно через 7 минут. Примерно, да. По-разному, но когда острое состояние, обычно их хватает, этих там 7-10. И вот эта рамка, она настолько меняет взгляд, что это может быть действительно как картинка, как какой-то фотографии, но это не вся моя жизнь. Это тот текущий момент, который я успела запечатлеть сейчас. Больше того, если это так обрамить, то можно на это без вины и без стыда взглянуть, что это был аффект, это было страшно в тот момент. Но это не значит, что я всю свою жизнь теперь буду себя так вести, или что я такая эффективная сама по себе. То есть вот эти ярлыки. Да? Очень круто, да. Это прямо снимает определенный груст, потому что уверена, что у многих есть такое самобичевание, когда уже все, ситуация закончилась, и давно закончилась, а вот мыслями продолжаешь сама себя накручивать, что какая была там плохая и так далее. То есть вот такой вот паттерн. Очень круто. Это получается, что это вся техника, да, получается? Это все. Она очень простая, она очень доступная, но она очень действенная. И спробована много раз на себе и на своих клиентах, и на обучающих группах много где. Слушай, Вик, расскажи, пожалуйста, вот тем, кому такая техника, такой способ работы заходит, это в каком вот, если возвращаться к самому началу нашей встречи, это в какой вот модель? Жанна, да, условно говоря. Да, вот кто это? Что это за специалист? Вот кому вот понравился такой способ работы? Ну, вообще, скорее, можно это отнести к арт-терапевтической технике. Могу сказать, у меня лично нет специализации по арт-терапии, но при этом я, например, просто люблю рисовать с детства. И поэтому мне, например, заходят такие техники, да, поэтому как-то важно, наверное, опираться не на технике все-таки, да, а на тот самый контакт, про который мы говорили. Да. Хотя есть люди, которые верят именно в технике, и им будет помогать вот этот 30% контакта будет строиться не на самом человеке, а на технике, что этот человек использует именно эту технику, да. То есть здесь важно просто про себя честно отвечать, про что я. А для кого-то работать будет то, что, там, не знаю, прием стоит 50 или 100 тысяч, как у Лобковского, к примеру. И это будет мотивировать их. Да. Один час у Лобковского стоит 80 или 100 тысяч, где-то об этом самое давное. Обалдеть. И это будет тоже работать для некоторых людей. Только потому, что... Что это очень дорого. Что это очень дорого. Да. Ну вот, увы, что редко работает, тоже из моей практики, то, что чаще всего обесценивается, это бесплатные консультации. Увы, это так... Ну, причем, ну, бесплатные консультации тоже разные бывают, да. Они бывают такие, где, например, в каком-то кризисном центре, и это уже не бесплатная консультация, потому что специалист получает деньги, да. Ну, от государства или, там, организации. Вот. Но, как правило, к сожалению, клиенты не ценят то, что дается все бесплатно. Те вебинары бесплатные, в которые потрачено тоже очень много времени и сил специалистов, или бесплатная консультация, да. Потому что, например, у меня все они проходят онлайн только с моей целью. Понять, помогу я помочь человеку или нет, да. И, ну, пользу человек получаю какую-то, но это не будет такая полномасштабная, действительно, консультация. Я всегда об этом предупреждаю. А специалист, конечно, очень быстро выгорает. И сейчас много у моих клиентов специалистов, которые бросились помогать вот в этот период непростому, и очень быстро выгорели. И в том числе это, кстати, молодые мамы, которые, ну, то есть специалисты, да, психологи, помогающие практике, которые так реально решили, что то самое время сейчас помогать за донат или бесплатно, или еще как-то, и при этом очень пострадали сами. Да, поэтому здесь, и я понимаю, что ситуация разная. Я сама, например, почти в два раза снизила стоимость своего часа сейчас. Стало ли у меня больше клиентов? Нет. И я не хочу, чтобы стало больше только из-за того, что снизилась цена. Потому что если человек исключительно по стоимости выбирает себе специалиста, не будет ни контакта, ни результата. Вот здесь важно еще, наверное, вот это понимать. Но при этом, когда все в целом складывается, и цена подходящая, это да, это важно решать. Это хорошее. Да, такое идеальное впечатание. Да, да, да. А если, конечно, только исключительно, скажем так, ориентироваться только на цены исключительно, то работы, конечно, не будет. Ну да. Здесь важно. Вик, расскажи, пожалуйста, нам нужно будет уже завершать эфир, как тебя найти, какие виды поддержки, помощи ты сейчас оказываешь, для какой аудитории, есть ли какие-то стопроцентные, да, что к тебе можно, или, может быть, тебе можно партизаться с тем, чтобы ты подсказала кого-то еще, вот если сама не берешь. Конечно. Вот немножко вот расскажи вот про вот контакты с тобой, потому что я думаю, ну, мне очень понравился эфир с тобой, прям очень, и голос, и как ты ведешь все это. И я думаю, что я не одна такая, и, может быть, кто сейчас смотрит или будет смотреть записи, заинтересуется тем, чтобы продолжить это общение. Как? Какие варианты возможны с тобой? Ну, собственно говоря, профиль, на котором можно посмотреть все в профиле, там все контакты и все дипломы, и сайт, ссылка на сайт, то есть какую-то первичную информацию, прежде чем бесплатная консультация. Напомню, что у меня все проходит через бесплатную консультацию, на которой проясняем как раз. Есть контакт, нет контакта, есть понимание проблемы, есть ли мотивация, идем ли дальше в работу, да? Что есть сейчас? Сейчас есть, уже вот с апреля как раз я сразу практически запустила группу эмоциональной поддержки. Мы встречаемся в Zoom, общаемся, то есть у нас больше часа идет встреча, мы общаемся, и сейчас в мае запускаю я новую группу. Новый поток. Новый поток, да-да-да, ну, потому что та группа уже сформировалась, там уже они целый месяц работали, и уже такая своя атмосфера, и сейчас в мае, ну, вот тоже были заявки, и, соответственно, ну, еще есть не встали, вот очень мне понравился этот формат, и, конечно, мы говорим, как ни странно, не о ковид, вообще ни разу не о коронавирусе, мы говорим как раз о том, о эмоциональном, да, собственно, группе эмоциональной поддержки. Это основное, что сейчас идет, такое доступное, я сделала просто супер доступную стоимость 2000 рублей за месяц. За месяц. За встречу, за месяц, за целый, за месяц участия. Это самое дешевое, что есть сейчас у меня, ну, собственно, без тех самых бесплатных консультаций. Есть группа профессиональная, да, напомню, что я работаю для психологов от ППЛ. Группа профессиональная, вот она идет сейчас, в принципе, в ближайшее время тоже идет набор на следующую, тоже на следующий уровень. Индивидуальные консультации все в полном объеме, как онлайн я работала, так я сейчас и работаю, и темы, с которыми, ну, я работаю с широким спектром тем, но большая специализация, это в том числе на психоскопередине, психосоматический компонент, потому что сейчас особенно он обострился, да, и, соответственно, вот с этим работа. С эмоциональным выгоранием, да, ну, у меня в основном женщины с детьми, которые постарше, то есть не младенцы, а три плюс дети, да, и так далее, то есть вот и уже школьный возраст. Мужчины ко мне приходят тоже, но у мужчин свои задачи, как правило, это как, тоже, ну, про отношения, либо про бизнес, да, то есть там свой широкий круг. Широкий мужской круг, сказала бы я так, да, там другие задачи, проблемы. Поэтому, и да, конечно, я всегда, если я чувствую, что я со своей стороны, у меня тоже может быть неконтакт, и я довольно честно, но деликатно об этом говорю, и всегда предлагаю на выбор кого-то, кого я лично знаю, за кого я могу так же ручаться, как за себя. Сеть профессионалов, сеть супервизоров, действительно все это есть. Поэтому я открыта, да, меня можно всегда найти. Также я провожу тоже прямые эфиры, еженедельно по пятницам, тематические прямые эфиры. Вот на совместные тоже прихожу с радостью. А в пятницу у тебя что за эфир будет, расскажи? Вот сейчас не смогу вспомнить, потому что я сейчас полностью здесь. В моменте в списании будет точно, да, да. Ну, тогда можно просто... Я просто могу пригласить, да. Да, я хотела просто как раз сказать, чтобы можно подписаться на тебя, на твой профиль, и вот получать свою порцию удовольствия и общения, и информации, и практик через прямые эфиры, которые проходят достаточно регулярно у Вики, в ее профиле. Да, 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 спасибо. Ну, я могу сказать, что с радостью теперь тебя ждусь к себе в гости, да? Мы договорились на четверг? Да, да. Время уточним еще? Уточним, да. Я думаю, что скорее это будет вот дневное время, то, что мы говорили. А утром у меня оказалась учеба в 10 часов. Я не могла. Да, сейчас, правда, время насыщенной работы для тех, кто уже в онлайн, да. И учебы, я уже оказалась уже на учебу, потому что нити, ну, невозможно надо это впихнуть уже совершенно. И это как раз про приоритеты, то, что ты говорила. Про приоритеты, да. Как раз очень важное время понять, а что я не тяну или от чего я перенапрягаюсь, и убрать это, да. А чему я мало посвящаю времени. Вот я поняла, что я мало, я много сижу и мало двигаюсь. Я перестроила одну учебу, я просто поставила на 100, да. И это время стало выделять для того, чтобы мы больше двигались в семье в том числе. Круто. Круто. Поэтому, да. Ну что, я предлагаю завершать эфир. Спасибо, Вика, еще раз. Запись сохранится 24 часа в Инстаграме. Смотрите, делитесь со своими друзьями, потому что была шедевральная практика. И вообще вот, мне кажется, база, что делать, когда я чувствую, мне нужна помощь, из чего выбрать, и как вообще вот это все устроено. Да, и как выбрать. Это очень круто. И вот эти проценты, 40-30, я запомнила. Они важны. Да. Можно транслировать дальше, да. Я, более того, напишу пост-пост, послеэфирный пост. И вот этот момент я отражу, потому что это очень важные акценты. Ну что? Спасибо за приглашение. Спасибо за такой живой эфир, да. Мне кажется, очень здорово было. Правда, очень живо. Жаль, что не было вопросов, но кажется, нам просто тоже некуда их было. Да. Ну все тогда. Пока-пока. Всем хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...